Речь невинятная, прерывистая и лишённая всякого смысла. Ведь это неудивительно, так как эта речь пойдёт о сериале Эрр... То есть Эррол... То есть Зелёный Сатырлец. А точнее о 13 серии 5 сезона данного сериала. И поскольку смысла в самом сериале не особо много прослеживается, то и в том, что посвящено бессмысленному, смысла появится немного. Но всё же попытаюсь этот смысл привнести. Сейчас будут спойлеры для тех, кто не смотрел серию или предыдущие серии. Однако, что есть, то есть. Вообще эта серия не является продвижной в плане сюжета с Прометеем. Она просто серия. Просто серия, показывающая развитие взаимоотношений Оливера как мэра и как Зелёной Стрелы с прокурором по совместительству и виджилантом, показывает развитие новой канарейки, показывает разные физические и психические травмы членов, и не только членов команды, соответственно, Оливера. Вот, нужна ли была данная серия именно такой? Сложно сказать. С моей точки зрения не особо. С моей точки зрения не особо, потому что эта серия порождает кучу дополнительных разных несостыковок, мелких, но всё равно несостыковок. Понятно, что, допустим, как в фильмах о Питере Паркере «Человеке-пауке» старой трилогии, здесь нет смысла, и вообще нигде я не думаю, что есть смысл, показывать все сложности жизни и зарабатывания денег подросткам. Ну, многие и сами это проходили, и в этом нет ничего интересного. С другой же стороны, члены команды Оливера, члены команды Флэша, они как бы занимаются своей деятельностью супергеройской, и при этом никогда не испытывают проблемы с деньгами. Я эту претензию не приставлю к команде Супергерл, поскольку они работают как бы на правительство, и я эту претензию не приставлю к легендам завтрашнего дня, поскольку у них есть суперпродвинутый корабль, и, собственно, он им даёт пищу, он для них служит домом, и всё. И они там могут создавать себе одежду, технологии, что угодно. Поэтому как бы для них зарабатывание денег как таковое бессмысленно. Но что касается команды Флэша, что касается команды Стрелы, вот их на такая возможность тратить кучу времени на неоплачиваемую деятельность, к сожалению, никак в сериале даже намёками не объясняется. Снова, да, у Оливера вроде как какое-то наследство где-то осталось, что-то где-то у Фелисити, соответственно, что-то где-то Севдо Вэллс завещал Барри Аллану, соответственно, Ну и всё, пожалуй. Относительно того, где доходы получает по-настоящему реально Фелисити, где получает Джон Диггл, соответственно, на что живёт Циска, на что живёт Кейтлин, на как бы на что живёт тот же самый Воли Вест, продолжает ли он учиться или уже нет. Вот такие какие-то реальные житейские особенности данных персонажей, они не раскрываются. И это создаёт крайнюю нереалистичность, даже снова я не берусь за технологии, я не берусь за суперспособности, просто вот за реалии жизни. Показывать, как они разносят пиццу, как они там устраиваются на работу и всякое такое, это неинтересно, и не ради этого смотрятся и создаются данные сериалы. Но если данные сериалы претендуют на некую реалистичность, она должна быть соблюдена и в этом. Тут же такого вот ясного нет, ну, по крайней мере, канарейку новую строят на работу в полицию. Ну, что неудивительно. Оливер является мэром, прокурор и там советник по вопросам полиции, или кем является на данный момент Лэнс, что-то я не совсем понимаю, ну ладно. В общем, короче, вся полиция, весь город под Оливером. То есть он может сейчас на работу принять кого угодно. По большому счёту, он мог бы и Фелисити выплачивать какую-то зарплату, и об этом достаточно было бы просто сказать несколько слов. Что, соответственно, он вот эту всю свою новую команду взял на некое обеспечение и так дальше. Тогда бы вообще вопросов никаких бы не было. Ну, правда, остаётся Кейтлин и Циска из сериала Флэш, но по крайней мере два было бы таких пункта. А та куча персонажей в стреле, куча во Флэше с той же самой проблемой. Кроме того, где Прометей? Прометей хочет мстять Оливеру или не хочет? Конечно, вот то чучело даже Прометеем называть язык как-то не поворачивается, поскольку Прометей это имя достаточно важного в древней истории человека, который, ну, фактически бога-человека, который сделал очень много чего важного и нужного. Здесь же какое-то чучело в невнятных одеяниях, которое даже вообще непонятно, что там у него и как и зачем. У Оливера, по крайней мере, хоть некая правдоподобность его костюма сохраняется, типа там для стрел, там для наконечников, там для ещё чего-то, а вот на каких принципах создан костюм Прометея не совсем понятно. И где он, чем он занимается? Или как бы они потом скажут, что и данный товарищ, который расстрелял Мэрию, и соответственно та хакерша, которая вручила Фелисити флешку, что всё это часть плана Прометея, просто он как бы ушёл на дно? Или как? Ну, ну как? Где логика, где сюжет? При этом, если бы его просто там где-то на заднем фоне показали, что вот он есть, уже было бы в какой-то степени достаточно, что да, вот спит не спит, так сказать. То есть он там где-то что-то действует, какие-то планы своей козни строит, где предавшая команду Артемида, допустим. Ну, где, как? Они вообще в одном мире? Или Флэш опять перезаписал время? Дальше, а что с Лэнса уже окончательно снято? Подозрение в Прометействовании? Или таким путем, что сейчас у нас проявляется Лэнс, но не проявляется Прометей, нам еще раз намекают, что все-таки Лэнс и Прометей в той или иной степени это один и тот же персонаж. Возможно перезомбированный Талией Альгулу или еще кем-нибудь или как-то так. Или как бы к чему нас этим подводят? Или покажут следующий появление Прометея и так у нас сейчас Лэнс вернулся, в следующий Прометей возвращается. Не знаю. Не знаю, много как бы тут глюков, много несостыковок. И то, что Оливер пошел на психа, который перед этим расстреливал людей, застрелил бы Оливера в принципе, потому что он расстреливал всех, ему как бы было все равно в кого стрелять. Ну да, потом подстроили под идею, что он на самом деле в Оливера стрелял, но убить его не хотел. Но так как он стрелял, он мог даже не хотят застрелить Оливера, поскольку он палил во все. А потом Оливер к нему такой подходит, говорит, так нельзя, и тут говорит, да, я понял, ну так нельзя, сейчас сам застрелюсь. То есть это то, что некоторые обзорщики называют всегда мотивация. Когда да, злодей, злодействует, 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 герой к нему подходит и говорит, слышишь, так нельзя, и злодей говорит, понял, каюсь, каюсь, там, и так далее. Больше не буду, давайте жить дружно. Глупо. Глупо, даже очень глупо. И, допустим, Оливер лучше бы появился в облике стрелы и выстрелил бы в него каким-нибудь дротиком. Ну, то есть, я не понимаю, зачем этот диалог нужен был, ведь Оливер мог взять, к примеру, пистолет с дротиком и просто транквилизатором его вырубить, этого товарища. И не надо было бы долго говорить, и злодей был бы вырублен, и всё. Или пока Оливер с ним говорит, кто-то мог бы ему выстрелить снотворным в спину, соответственно, и тот же эффект. смысл подвергать себя опасности и его уговаривать вообще не было ни капли. Разрешать всем в городе иметь оружие это мозговыруб, это мозговынос, это ад. То есть, Оливер, нет, Оливер вообще, Оливер кошмар. Я перед этим в раннейших обзорах на Флэша говорил, что Флэш портит весь мир свой. После этой серии нужно сказать, что Оливер старается догнать Флэша и делает в этом успехи. Поскольку теперь любой, кто угодно, алкаш, бандит, наркоман, проститутка, все они смогут иметь оружие на абсолютно легальных основах, там будет продаваться, распространяться оружие, будет куча вооруженных бандитов, и Оливер угробит свой город, не просто подведет, а угробит. И то, что было показано в Готэме благодаря действиям Джерома покажется просто как бы вообще такой маленькой детской заварушкой в сравнении с тем, что будет в Стар Сити. Но правда все, что я сейчас говорю, это уместно было бы только если бы это все происходило в реальном мире. А поскольку это происходит в Седабовском сериале, то они могут сказать, что вот все купили оружие, повесили пистолет на стене, по вечерам на него молятся, и от этого все живут долго и счастливо. Ну что ж, будем надеяться, верить, любить и не побоимся кого-нибудь убить после просмотра такого такой серии. Ну нет, вообще убивать нехорошо. Совсем нехорошо. И нельзя. И незаконно. И неканонично. И грешно. Ну, по-всякому, в общем. В общем, не убивайте ближних своих. Лучше переходите на мой канал, подписывайтесь. Есть еще куча видеозаписей с размышлением на тему вышедших серий Флэша, предыдущих серий Стрелы, Супергерл и всякого такого. Успехов вам и мозгов!